ЧВК Патриот Того же Шойгу И по сути она же делает все то же самое Вот вы только что перечисляли Что делает Пригожин с вагнеровцами По сути то же самое делают из ЧВК Патриот Но под угледаром Вот как они поживают Ну вы знаете в чем дело Я бы назвала бы происходящее Сейчас Синдромом енота Вспоминая Херсонского енота Который совершенно непонятно для чего Был перетащен в Россию Ради чего И непонятно Чем мешал там енот в Херсоне Вот такой же принцип Сейчас действует повсеместно И в российской армии и в лагерях То есть вот зачем-то перетащили 2500 заключенных Из Херсонской области Которых сейчас с большим трудом За большие деньги Пытаются Передать назад в Украину Но уже сейчас через Грузию Завтра будут действовать через Грузию Через Эстонию Литву Латвию не получилось Вот завтра будут передавать через Грузию Посмотрим Удастся ли это Я надеюсь, что удастся И заключенные едут в Грузию Просто зачем их брали Зачем их брали То же самое сейчас С заключенными Ровно вот то же самое С заключенными Которые уже были российскими То есть их отдали Министерству обороны Но Министерство обороны туда не пришло Ну а кому охота Какому полковнику или майору Ездить по зонам Разговаривать там с зэками Им не охота Это В кураж было пригожено Он действительно куражился на зонах Особенно над ФСИНщиками А этим совершенно все это неинтересно Они вообще не приезжают Они поручили вербовку Мобилизацию собственным сотрудникам ФСИН Которым это тоже особо не надо И Никому ничего не надо Но Тем не менее Пока добровольцев берут Как-то отправляют Никак их не готовят Ничего им не говорят Кто-то подписал какой-то контракт В основном не подписали Никаких контрактов Но все они безо всякой подготовки Безо всякой подготовки Вообще Переходят В видение Некого батальона Шторм Это вот собственно Специальное такое подразделение Министерства обороны То же самое происходит В ЧВК Патриот Ровно то же самое Там везде условия Вообще неотличимые Единственная такая вот Фирменная вещь Если ЧВК Вагнер Говорил, что Будет платить заключенным От 100 до 200 тысяч рублей В месяц Но это чуть меньше 3 тысяч долларов То здесь говорят, что Будет платить 8 тысяч рублей в день Все остальное Ровно те же условия Полгода Через полгода помилование Отправка домой 5 миллионов Гробовые 3 миллиона За ранения И то же самое Заплатить Заплатить Науке неизвестно Надо сказать, что Отправляют Через полгода домой Мы уже видим Вернувшихся Вот Вчера В Ярославской области Человек Заключенный Бывший Из колонии Вугличи Через полгода Вагнера вернулся Домой И тут же погиб От передоза Добро пожаловать В русский мир Заключенный Который Был Звербован Одним из первых Андрей Медведев Который вернулся Одним из первых Из Ленинградской области И Был подписывание Контракт С Вагнером Но Вагнер Отказался Уже Принимать Заключенных Назад Потому что Уже В общем Его особо Некуда Он уже Под следствием За нанесение Тяжких телесных Повреждений Началось Все Началось Все Как и Предполагалось Все Так и Идет А вот смотрите Сам имидж Пригожина Может ли Вот такие Его Обвинения В адрес Минобороны Например Те кто считает Минобороны Российской Федерации Действительно Некомпетентными Коррупция И так далее Все что нет Экипировки И вот весь этот Перечень Может ли Это как-то Быть таким Ложным Призывом Какой-то Такой Инициативой Для других Военных Минобороны Чтобы высказывать Протест И поддерживать При этом Пригожина Ну Вы знаете Слово протест Мне кажется Сейчас к России Вообще никак не Применяется Вот никак не Применим И Только диву Даешься Как покорные люди Идут на убой Пользуясь Знаете Такой вот Стратегией Локального Оптимума Любой шаг Кажется им лучше Чем Решение проблемы В корне Да Получил повестку Не пойти в военкомат Это же сколько геморроид Надо бегать Это надо что-то Продавать Искать деньги Делать загранпаспорт А что скажет Теща А что скажут Соседи А дети в школе Забирать Не забирать Куда ехать Да легче пойти В военкомат Пришел в военкомат Дали Дали Два дня на сборы Ну собрался Потому что Легче чем делать То же самое Насправили на сбор Отправили на фронт Легче на фронт Чем делать все то же самое А потом просто Вот пулю и все И все Вот собственно Стратегия локального Оптимума Которая доводит До До смерти И Что-то даже По мне кажется Никто не удивляется И До протестов Здесь далеко Министерство обороны Ну все Все что называется Все понимают Все все знают Но удивительным образом Удивительным образом Это всех все устраивает Я не знаю почему Я не могу найти Ответ на этот вопрос Я бы сказала так Что Мне кажется Что Люди доведены До ситуации Отстаньте Да Мы делаем Что вы хотите Только отстаньте От нас Вплоть до До самого конца Да До смерти Лишь бы только Не сопротивляться Это удивительно Совершенно Знаете Я вот когда Общаюсь с родственниками Заключенных Российских С россиянами Которые вообще Всего боятся До конца боятся И уже Уж убили родственника Все равно Они боятся Что-то говорить И общаюсь С украинскими Родственниками И похищенных У гражданских Там цивильных Заручников И вот этих Вот Заключенных Похищенных Из Сверхтовской области Настолько Разный уже Действительно Характер Настолько Разный Подход К К проблеме К жизни Да Украинские Женщины В основном Женщины Конечно В основном Тюрьмы Женское лицо В основном Мужчины Они действуют Они объединяются Они ищут Все время выходы Находят их Общаются И собственно И меня не добиваются От того что И начали потихонечку Отпускать Заключенных А здесь Вот лишь бы Только вот Никто не видел Не слышал Не знал Такое ощущение Что вот Смешная Смешная Вроде как Поговорка Что в России Рождаются для того Чтобы собственно Родиться Чуть-чуть Потерпеть И умереть Она вот Как-то Не очень-то и смешная Как есть Ну и еще Политических целей Через рост Своих армий Давайте послушаем И обсудим Пригожин активно Нацелился на Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова И утверждал Что нанял Собственных советников В местную администрацию Вероятно В надежде Получить Политическую И коммерческую Власть В городе 20 февраля Пригожин признался Что Суровикин Помогал Вагнеру Получать боеприпасы Из аналитики Американского Института Изучения войны Вот Еще ж Беглов Тут Да Губернатор И Тут хороший вопрос На самом деле А насколько Все эти игры Ну вы сказали Что он скорее всего В следующем году Уже не будет И жив Но тем не менее Пока он представляет Достаточно серьезную Не угрозу Но конкурента Тому же Беглову Например И Насколько им Например Удастся По вашему мнению Продвинуть своих людей Для того чтобы получить Доступ к средствам Доступ к деньгам Ну уже не удалось Они были к этому Очень близки Они были к этому Очень близки Когда В конце осени Вот этот трюмират С Суровикиным Кадыровым Бригожиным Сформировался Действительно Была мощнейшая Сила И Совершенно Понятна Тревога Людей Из путинского Окружения Потому что Это Симбиоз Армии Крупнейшая В мире Частная Армия И Сильнейшего Главы Региона Который Фактически Экстрит Реален Там Это Это Не Не Россия Де факто Да Поэтому Более того Кадыров Который В общем Пытается Символизировать С собой Мусульманскую Часть России У него пока Не получается Но совершенно Понятно Что он идет Именно к этой Цели Ну То есть Это Довольно Мощная Сила Эта Тройка Развалилась Развалился Суровикин Уже Не играет Такой роли Как еще Совсем Недавно Несколько Месяцев Назад А Кадыров Отстранился От Пригожина Но Тем не менее Судя по всему Путин Ему Кое-что Не простил Не простил Именно Вот этих Вот Амбиций Которые Не были Никак Ни с кем Согласованы Не проговорены Он почувствовал Тоже Угрозу Недаром Рамзану Кадырову Пришлось Срочно Заболеть А человек Молодой И Уже Как-то Представить И Впереди себя Толкать Сына Лишь бы только Сохранилась Династия У руля Чечни И Если учесть Что вот этот Сын Рамзана Кадырова Он уже Как-то Таким-то Образом Представлен Путину И Какой-то Разговор Был Нельзя же Просто взять Малыша Хотя он Не очень-то И малыш И привезти К президенту Постучать Дверь Сказать Владимир Владимирович Познакомьтесь Сыночек Нет Конечно Нет То есть Был разговор Из-за которого Была достигнута Какая-то Видимо Все-таки Мирная Договоренность Что Кадыров Отодвигается От Пригожина Пригожина Остается В одиночестве А дальше Дальше Наш бункерный Дед Еще не решил Что делать А дед У нас Да Большая проблема Для всего мира В том Что дед Непредсказуем И Никакой Логике Не поддается Субтитры Субтитры